Ирина Ляпкина 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 В большинстве у нас идет Это можно посмотреть по карте Можно посмотреть по карте Иногда человек может выполнить какую-то миссию Знаете, вот это как в сказке Вот очень хорошо мифы по сказкам Это когда богатырь делает какой-то, будем говорить, подвиг Ему полцарства отдают в придачу В принципе, иногда бывают такие люди Которые, будем говорить, были бедные, бедные, бедные Потом сделали что-то для других людей И они разбогатели Вот, например, тот же самый Фейсбук Одноклассники и все остальное Которое для очень многих людей Стало, будем говорить, площадкой для общения И вот такие вот То есть что-то такое есть Это можно даже по карте посмотреть Но жесткая карма Чтобы был человек очень богатый и бедный Это тоже очень сильное испытание Испытание на какие-то качества характера Потому что в основном посмотреть по сказкам Мифы по сказкам Что такое богатый Очень жадный человек, например Который под себя хапает все время И все остальное Или это царь, который на него В принципе, ему не важно У него всегда есть казна Но он должен для народа что-то сделать Эта тема очень глубинная У меня есть тема «Деньги» Можете приходить и посмотрим Кстати, в этой теме Если личностно вы приходите ко мне Мы прорабатываем эту тему И я даю очень хорошую такую мантрочку На привлечение денег Так, это так уже Рекламочка Так Ой, Ирина, Тина Как приятно, что вы меня вспоминаете Тина, вспоминаю Я не просто понятен ваш ролик Потихоньку учусь расшифровать сны Спасибо за толкование этого моего сна Вы сумели зацепить ту фразу На которую мне и нужно было обратить внимание Чтобы понять, над чем работать дальше В сторону улучшения жизни Вот Спасибо, Тина, за ваш ответ Так, перерождается человек в животных Птиц, растений и так далее Вообще, обратной эволюции практически нету Но это уже глубинная опять эзотерика Да, иногда бывает То есть, бывает, когда человек теряет дух Это есть Это живые мертвецы Есть по эзотерике Это глубинная тема И если очень добрая, сильная душа Даже не добрая, а сильная душа Попросит за этого человека Он может превращаться в животных То есть, животные, которые находятся рядом с человеком Это собаки могут быть Это может быть даже Может быть и птицы какие-то домашние могут быть Коты, я так думаю Поэтому, но в основном Больше животные домашние И они делят, кстати, карму Со своим хозяином Они забирают карму у хозяина Поэтому животные надо Можно приобретать И если животное очень часто умирает Быстро умирает Попадает куда-то Все остальное Это говорит, что у вас Он делит карму с вами И у вас карма, будем говорить так Не очень пока хорошая То есть, где-то темную карму Он забирает на себя частично Поэтому животные могут умирать Такого человека Или попадает под машину Или сходит Или еще что-нибудь А если у вас хорошее То животные живут долго Это есть Это исключение из правил Обычно обратной эволюции не бывает Но это исключение из правил Это эзотерика глубинная По каким станам человек Может увидеть свою прошлую жизнь Или может ли он вспомнить их Под гипнозом без него Может вспомнить Есть, кстати, у меня методика В которой, в принципе Человек может даже сам входить И видеть эти вещи То есть, там ставится определенная Типа программы Образной И которой человек может где-то Можно сопровождать и смотреть Но, как правило Чтобы не было у него Как бы мы сказали Что ему какая-то страна нравится Какие-то украшения нравятся Какой-то язык нравится И он это может смотреть Почему? Потому что под гипнозом Да И увидеть прошлую жизнь Иногда по-стам видно Что это прошлая жизнь у него Обычно этого показывают время Время Вот это может быть музей Это может быть старинная книга Может быть замки Может быть горы какие-то И сюжеты старинные Это может быть показывать Именно на его прошлой жизни Где он был Кем он был Так Длинный сон не смотрим Скорее так Если за тобой гоняются фашисты-немцы Ты прячешься в древесник Это плохо И дрова Это мертвая смерть Это прошлое Может быть правильно Вот тут вам расшифровали Это на генетическом уровне Есть сны на генетическом уровне Это не обязательно Что вы где-то участвуете в войне Генетический уровень Это может быть ваши дедушки Это бабушки Потому что мы все состоим из воды И водичка нам передает Вот эту информацию Это сны с генетической памяти Так Дальше Здравствуйте, Ирина Решифруйте, пожалуйста Сон моей дочери Писнилась я ей с гнилыми зубами Поскольку все зубы были гнилые Она пыталась помочь Но не справилась А справился мой муж Спасибо Вот смотрите Гнилые зубы Это не порченные зубы Дело в том Что если порченные зубы Это порча А гнилые зубы Это болезнь Это гнилой организм То есть тут надо заниматься Конкретно своим здоровьем И справился мой муж Это в принципе Это ваша работа Это не обязательно муж Посправляется В этом отношении Просто Она не знает Как помочь Вы должны Это делать сами То есть какие-то процедуры Может быть Какие-то Техники Может быть Просто элементарно Даже пойти к врачу И провериться И потом сделать Какую-то определенную Ну будем говорить Процедуры Так Здравствуй Часто снятся львы Уходят Замены Львы Ходят Замены Лев Мою руку В пасти держит Но я отбиваюсь Не даю ей Меня укусить Ей меня уходи Так непонятно Здравствуй Часто снятся львы Ходят За мной Лев Мою руку В пасти держит Но я отбиваюсь Не даю Ей меня укусить Вижу зебру Даю льву Зебру Он не хочет Ее Серьёзно за мной идёт. Лев, это часто бывает, похож на мужчину, который властный мужчина. Понимаете? И как бы вы ни отбивались, он всё-таки ходит за вами. Это может быть или властный мужчина, или яркий мужчина, творческий мужчина. Вы боитесь, что этот мужчина может, будем говорить так, принести вам боль своим уходом. И вижу зебру, даю льву зебра. То есть, что такое зебра? Зебра – это чёрные и белые, будем говорить, полосы. Поэтому здесь между вами и этим человеком, может быть, это может быть муж, это может быть начальник, или ещё что-нибудь. Может проходить белая и чёрная полоса в этом отношении. Но человек, скорее всего, не хочет, и всё равно за вами идёт. То есть, у вас то вы можете с ним, будем говорить, дружить, какой-то страх, вот конкретный страх, что этот человек может принести вам боль, если он уйдёт. И поэтому вы боитесь вступить с ним в отношения. Вполне возможно, может быть, именно это. Так, здравствуйте, подскажу, что означает два сна. Так, два сна. Сначала с ней на что лежу в кровать, ко мне подбегает белая толстая крыса, в принципе, с хорошими намерениями. И хочет лечь рядом, я её выгоняю. Крысы всегда идут к длительной нехватке денег. И, в принципе, если толстая крыса подбегает, это может быть. Но с хорошими намерениями это говорит о том, что, может быть, знаете, вот есть такое, когда вы просите у Бога, будем говорить, хлеба, в это время, может быть, вам надо поголодать. Вот приходят события, когда надо что-то понять. Художник должен быть иногда голодным, чтобы делать какие-то холсты. Вот то же самое, как Бальзак тоже вечно писал, он вечно не мог распоряжаться деньгами. Если бы он был сытый, мы бы не имели такие шикарные произведения от него. Поэтому иногда вот у вас тоже есть с хорошими намерениями крыса к вам приходит, светленькая. Потом снится такой же сон, где я лежу в кровати, ко мне уже приходит мама, несёт, держа за хвост, дохлую чёрную крышу, кладёт мне её в ноги. Я всё ещё лёжу в кровати, пытаюсь её ногами пощупать, мертва и беспокоюсь. Но, скорее всего, уже вы прошли тяжёлый период нехватки денег, поэтому вот здесь тяжёлый период и она мёртвая. И как, в принципе, потом, видите, вот всё-таки это ушло. И у вас эта мёртвая крыса, она уже чёрная всё-таки дала. Значит, здесь вам действительно нужен был этот период пройти. А потом, в период, когда мне снилось это сны, мы поссорились с подругой, нету связи, нету. Это другой сон. Жёсткий символ крыса. Так, обожаю вас, Ирина. Вы мне, как мать родная, каждый день хочется слушать, смотреть ваши ролики. Благодарю вас за знания. Спасибо, спасибо. Алексей, о, надеюсь, что это мужчина, потому что иногда бывает так, что могут писаться женщины. Спасибо, вдвойне приятно. Так, снилось не раз, как я вижу в окно, круглую луну. То она падает на землю, то просто большая висит в небе. Ну, смотрите, круглая луна – это всегда полнолуние. Полнолуние может на вас опять надо смотреть по гороскопу. Но полнолуние, если падает на землю, круглая луна – это влияние полной луны на землю. Это эмоции. Это эмоции. Если просто висит на небе, значит, воздействие на землю идет меньше. Так, что у нас еще тут? Как толковать? Скажите, пожалуйста, как толковать гадалку во сне? Снилось два сна с разницей в пару лет. Что гадалка говорит, что я буду женой определенного человека. Смотря какая гадалка. Если вы к ней ходили, значит, и вы, у ней прогнозы исполняются, значит, верить надо. Если просто гадалка, ну, здесь, не знаю, может быть, и может исполниться. Понимаете? Если, тем более, вы верите в гадание, может быть, да. То есть, женой определенного человека. Мне очень часто снятся демоны про апокалипсис. И просыпаюсь с плохим настроением. Ни разу не видела хороший сон. Если ни разу не видели хороший сон, плохо, значит, надо все-таки почиститься, если демоны часто снятся. Что-то, может, наполнилось у вас негативом. Может быть, смотрите иногда, читаете информацию, может быть, сложную какую-то. Потом плюс не ту, которую надо. В ютубах, может быть, или на сайтах сидите, не тех, которые надо. Может быть, просто вы на себя набрали какой-то определенной негативной энергетики. Так, здравствуйте. Подскажите мне, приснилось, что я в Израиле. Так, есть тут? Так. В Израиле на кладбище. Но кладбище – это много песка, как пустыни. В этом месте евреи, я с ними. Мы просыпаемся понемногу, и каждый тип могилы понемногу песка, как бы закрывая оголенные места. Но нет ни крестов, ни оградок. Только я понимаю, что это старое еврейское кладбище. Но если вы старое еврейское кладбище, если вы не еврейка, значит, у вас корни, может быть, с Израилем есть, с еврейскими вот такими направлениями. Поэтому может просыпаться качество характера евреев. Вот именно вот здесь вот. Потому что кладбище, если вот что-то все-таки немного уйдет, типа могила, оголенные места закрывают. Нет ни крестов, ни оградок. Поэтому старое какое-то, может быть, или в вас просыпаются старые еврейские какие-то вот качества характера. У евреев есть. Иногда пение мне очень нравится, как они поют плавно, красиво. Языки очень нравятся. Может быть, еще что-то. То есть кладбище, воспоминания какое-то. Но то, что уже ушло. Я думаю, на генетическом памяти может генетика есть. Если у вас нету, вот вы не еврей, значит, у вас где-то по роду где-то есть евреи. Здравствуйте, расскажу сон, который сбылся. Вирус свою покойную бабушку по отце копает яму в мокрой земле. Я говорю, пошли к нам играть крестики и нолики. Она отвечает мне, давай, вставай, собираюсь. Я проснулась и узнала, что у меня умер дедушка по маминой линии. Ну, да, этот сон точно. Почему? Смотрите, покойная бабушка по отцу копает могилу мокрой земли. Это эмоции будут у вас. Значит, умер дедушка. То есть это, может быть, сплачем, может быть, мокрая земля, эмоции. А я говорю, пошли к нам играть крестики и нолики. То есть крестики, еще неизвестная ситуация, которая будет. Но бабушка что говорит? Давай, вставай и собирайся. То есть уже готов сценарий, который дедушка уже помер. Вот проснулась и узнали, что уже умер дедушка. Тут уже вот эти вот крестики и нолики, потому что кто кого выиграет по этому самому, непонятно. Эта ситуация уже понятная. Все. До следующих комментариев. Поэтому пишите, какие бы вы хотели знать символы, к чему снятся те или иные. Вот, например, сюжет. Можете сами растолковать. Сон только небольшой. И спросить, к этому или к к этому. Обратите внимание на курсы. Курсы очень неплохие. Авторские курсы. Все. До свидания. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok